Приветствую вас, Дина. Отвечаю на ваш вопрос по поводу того, что посоветовать вам. Я мог бы, наверное, сказать так. Ничего. Я бы мог, наверное, сказать так. Я бы вам ничего не посоветовал бы. Почему? Потому что... Мне кажется, что это, ну, немножечко не то, куда вы двигаетесь. Да, это немножечко не то, куда вы направляетесь. Я имею ввиду в своем вопросе. То есть, по факту, если я правильно понял, вы хотите от психологов, чтобы мы подсказали вам, как добиться успеха. Мне кажется, что сама вот эта позиция добиваться успеха у вас в купе с тем, что вы, как мне кажется, активно нуждаетесь в развлечении, да, в отдушине, в... Расслаблении. Вот. Конфликтует вас до сих пор. Так, как мне это видится, по крайней мере. И на мой взгляд, какой бы я видел свою задачу, это разрешить этот конфликт. То есть, конфликт между тем, что вам хочется, вот, и то, что вы, получается, должны. Вот, я бы хотел, наверное, помочь вам разрешить этот конфликт. Потому что история, ваша история, она, как мне кажется, не про успех и, ну, достижение. Но, хотя и про это тоже. Мне кажется, что ваша история больше про стремление доказать что-то. Другому, в том числе, может быть, не знаю, другим людям, например. Мне кажется, что... Ваша история, это про... Желание решить... Эээ... Проблему внутреннего... Страха. Про... Проблему внутреннего... Конфликта. Про... Проблему внутреннего... Внутренней тревоги. Относительно... Того, что будет, если... Там, словно говоря, я не... Ну, то есть, вот... Что будет, да, если вы... Не станете... Руководителем отдела. Что произойдёт, если вы так и не подниметесь выше. То есть, ну, вот вы, например, может быть, достигли своего потолка. Да? Ну, может быть. Такое может быть. Я не говорю, что это... Эээ... Как бы... Сто процентов права. Да? Я не знаю. Я говорю, что... Ну, такое может быть, что вы вот достигли потолка. Например. А что будет, если вы... Если вы... Ну, не будете дальше... Там, словно говоря, развиваться. Что будет, если вы не будете дальше расти. По крайней мере... Ну, в... А... Как бы... Ну, в карьерной... По... По... По профессору. Вот. Почему твою работу вы воспринимаете, как то, что вы девочка на на побегушках? Эээ... Почему именно так вы воспринимаете свою работу? То есть, не... Эээ... Как, например, то, что вы там, допустим, на... Ну... На своем месте... Где... Там, где... Где вот вы... Ну... Словно говоря... Эээ... Что вы там, куда вы стремились. Например. Да? Что вы... Там... Куда привели вас... Эээ... Эээ... Там... Ваши... Эээ... Эээ... Ваши возможности. Ваши... Эээ... Способности. Вот. Вот. Вот этого у вас нет. Вы требуете, как будто бы требуете от себя. Что я... Я должна... Я должна добиться... Там... Условно говоря, там... Большего. Я должна стать там руководителем. То есть, такое ощущение, да? Да? Что вы... Эээ... Постоянно сравниваете себя с другими людьми. Вероятно. Эээ... Потому что сравнивали вас... Так же... С... Эээ... Ну... Так же... С... Другими людьми. Вы привыкли... В какой-то степени... Это... Делать. Ну... Вопрос... Конечно... Заключается в том... Насколько это... Вы делаете... Эээ... Эээ... Сами. То есть, ну... Эээ... Сравнивать... С... С... Другими людьми... Ну... Вообще с кем... Либо-то... Непло... Неплохо... А... Иногда... Это... Эээ... Даже... Эээ... Иногда это даже и нужно. Ну... Ну... Вопрос заключается в том... Насколько для... Эээ... Для вас это... Полезно? Ну... Вот... Насколько... Вам это... Интересно? В... Вот... Вот... На что я хотел бы... Пожалуйста... Чтобы... Вы... Обратили... Своё внимание... Дальше... Дальше... Идём... Дальше... Эээ... Значит... Следующий... Следующий аспект... Так... Эээ... Я была гордостью школы... Эээ... Так... 6 лет... Система дала... Эээ... Устроилась... Значит... Работа в детстве... Наравну... К... Кампанию... Система сделала сбу... Я получила помещение... Проработав почти 4 года... И решила развлаться в другом направлении... А почему вы решили развлаться... В другом направлении? Ну... То есть... Что... Что... Эээ... Что стояло... Что стояло в сайте... Эээ... Решение... Ээ... За решение... Эээ... Резвелос... В... В... Другом... В... Направлении... То есть... Понимаете, у меня такое ощущение, что вы сбрыкнули? Вот... Такое ощущение, что вы... Ну... По сути... Просто... Спилили и сказали я могу... Вы правда можете! Это правда! Это правда! Вопросы, насколько вы сами себе отдаете в этом начать. Так, после этого 7 лет на одной позиции работала так же в бизнес-компании, ну и насколько вам это нравилось, только тратила на путешествия, смотрела мир, увлеклась фотографией, в образ карьеры не стояла, переключилась на творчество. Ну что значит, в образ карьеры не стояла, естественно значит переключилась на творчество, то есть как-то поподробнее давайте раскроем это. Она дала плоды, успех, первая персональная выставка, потом еще выставка, но у меня до ощущения, что я успешна. Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что вы должны, то есть я думаю, что, ну я думаю, что связано с тем, что у вас есть такое вот понимание, да, такое чисто, что, что вы должны больше, что вы должны быть добиться. То есть, условно говоря, как мне показалось, вы разграничиваете отдых, вы разграничиваете все, что касается, грубо говоря, расслабления, вот, все, что касается творчества, вот, и все, что касается работы. Вот. У вас здесь есть серьезные достаточно разграничения в этом моменте. вот. Ну и, видимо, они как-то взаимоисключают друг друга. Так. Я иначе не хотела покупать квартиру в ипотеку, чтобы жить в проугалах, поэтому взяла свой рост и путешествие в городе не строила, так как денег хватало и позиция меня не беспокоила. Что изменилось? Теперь продолжаю успешную творческую деятельность. Желаю эксплуатировать, что до сих пор помощница директора. У меня уже 33. Почему вы считаете, что вы обязательно должны быть помощницей директором? Посылал резюме на позиции по моей специальности, нужно еще практический опыт работы не ассоцентом, хотя компетенция мне хватает. Опять же, а для чего? То есть, ну, получается, знаете, как выглядит? Выглядит так, чтобы вам было хорошо, 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 но еще потом раз вы достигли определенного возраста, и у вас начала бить мысль, что в этом возрасте я должна больше. Без разницы, хочу я этого, не хочу я этого, нравится мне не нравится, могу я, не могу, должна. Вот если все специалисты любой области мысли, как вы, наверное, у нас не было бы никого из работников младшего взгляда. То есть, я не знаю, вся сфера услуг, весь обслуживающий подканал, там, и так далее, все этого не было. Да, есть моменты, когда люди могут больше, хотят больше, но у них не получается, там целый ряда причин, а вот люди какая-то когда, но они просто на своем месте, их все устраивают, они не хотят больше. Вот у меня ощущение, что вы больше не хотите, но вы себя заставляете. Так, эммм, мне все силы бросило на саморазвитие, а вот, что это мне приносит удовольствие. Смущает меня, честно говоря, ваша фраза все силы бросило на саморазвитие. Смущает. Сколько лет я смогу девушке быть на побегушках? Ну, почему, опять же, вы относитесь к своей работе так, как будто это что-то прям вот вообще трассерное, позорное, а вы должны обязательно там драться. И тут, мне кажется, вас вот вспоминают очень высокие ожидания от себя. Явно превышающие, превышающие ваши способности и ресурсы. А может быть и нет, если бы вы, если бы вы дали бы этому развиваться свободно так, так, как, естественно. Заработать, но заграться пока не получается, хотя я печатаю в журналах. Мой демон не коммерческий, а самослодок с фейс я не буду. Почему? Вроде бы там сразу насыграть, что будет корот, в другой развит, когда нет и не приходится в ближайшее время. А почему оно должно быть? В моем возрасте уже есть целые отделы и бизнесы возглавляют, а если что еще помощник? Ну, может быть, как раз таки бы на своем месте. Почему вы считаете, что обязательно должны вот в институте возглавляться? А, значит, так, вот еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание. Так, заработать на фотографии не получается, хотя я печатаю журналы. Вот ощущение, да, что вы недовольны собой. Это ощущение, что вот что бы вы не делали, в ответ недовольство собой. Вот. И, в принципе, вот вы пишите, что это, наверное, отголоски комплекса отличницы. Ну, понимаете, отличницы, комплекс отличницы – это всегда желание выслуживаться, в первую очередь. Вот. И кому-то доказать что-то. Вот давайте зададим себе вопрос, кому вы пытаетесь что-то доказать. Вот. А, ну и соответственно. А, ну. Что, для чего и почему. То есть вот, понимаете, ощущение, что вы недовольны, что в том числе возникает из-за того, что внутри вас есть, есть уже готовые чувства, готовые ощущения, что вам что-то не так сказать. Если вот вы не будете всё это делать, то вы будете какая-то не такая. Вот вам тяжело, потому что это вас истощает. И свою задачу, я вижу, в том, чтобы подправить эти моменты более полно их гармонизировать. Вот. У вас много ресурсов, у вас много энергии, у вас много талантов, я уверен. Я стану немножко лучше себя чувствую. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok